Привет, меня зовут Наташа, ты на канале Ната Габиана Геймс, и я здесь прохожу Life is Strange True Colors. Итак, мы уже в четвертой главе, мы наконец-то приближаемся к разгадке несчастного случая, из-за которого погиб Гейб. Итак, продолжим. Сначала нужно переодеться, такс. Ну, давай пойдем переоденемся. Да, теперь можно пойти поговорить с Джедом. Ну да, более комфортно переоделись, такс. А здесь есть что-нибудь? Здесь чемпиона по настольному футболу, памятная композиция, диван. А что с диваном? Немного полегчало. Думаю, можно повидать начальника. Так, ладно, ну пойдем к начальнику нашему. Что он там... Почему он с нами хочет поговорить, сейчас узнаем. Привет, Джед. А вот и она. Присаживайся. Что-то мне подсказывает, что для тебя праздник весны пришел насыщеннее, чем ты планировала. Вы видели, как Пайт меня арестовал. И, видимо, отпустил. Да, еще тот ваш сегодняшний загор с Райаном и Стеф. Я все не мог понять, зачем вы пошли принимать заказы Дианы втроем. Я знаю, что ты привыкла сама защищать свои интересы. Гей был такой же. Но Хевер Спрингс – это семья. Мы помогаем друг другу. Я хочу тебе помочь. Но сначала ты должна объяснить мне, что происходит. К черту, что я теряю. А, Тайфон убил Гейба. Тайфон угрожал Райану. Тайфон. Давай Тайфон убил Гейба. Тайфон убил Гейба. У меня есть доказательства. Какие доказательства? Я украла их у Дианы. Письма и документы, подтверждающие, что в ночь гибели Гейба, взрывов было два. Чтобы что-то прикрыть, Джет, они что-то прячут. Я не знаю, что это. Я даже не знаю, что делать дальше. Но я не сдамся. Никогда. Я знаю, что они скрывают. Опа-на. Что это? Джет, пожалуйста, скажите мне правду. Чего они боятся? Тайфон это дьявол, который управляет нашим городом. Я слишком долго хранил их секреты. Я знаю, что они похоронили в горах. Расскажите. У меня есть идея получше. Я тебе покажу. Классно. Блин, интересно, что же там. Вообще интересно. Очень-очень интересно. Вон там, впереди. Где мы? В богом забытом месте. В паре километров отсюда шахта, где вы искали Итана. А там город, до него километров пять. Что это такое? Вентиляционная шахта. Здесь таких полно. С годами шахты разрастаются, соединяются с тоннелями, создают подземный лабиринт. Что ты ищешь внизу? Ты ищешь внизу. Ой, мы сейчас спустимся в шахту, да? Капец. Джед. Почему вам грустно? Телчок с заведенного курка. Ёб твою мать! Прости меня. Убери оружие. Что происходит? Джед. Что вы делаете? Я пытался тебя отговорить. Пытался отпугнуть. Я был уверен, что фотографии Райана и Стеф тебя убедят. Но ты, как ищейка, ухватилась за след и отказалась его отпускать. Ты не обязан это делать? Нет. 12 лет назад я совершил ошибку, которая ничем не справилась. Ты не можешь сделать. Идите к черту. Ёб твою дивизию. Блин. Жуть-то какая. Это мы закончили четвертую часть, да? Ух, ничего себе, блин. Ладно. Продолжим, наверное, проходить уже пятую часть. Глава 5. Сторона Б. С возвращением, Алекс. Хочешь поговорить о времени, проведенном в Колорадо? Давай начнем с приятного. Что тебе помогло понять твоя поездка в Хевер Спрингс? Не бояться своих эмоций? Что такое дом? Ничего. Не бояться своих эмоций? Наверное, научилась давать волю чувствам и не бояться этих чувств. Но ведь этот старый страх оказался небеспочвенным. Как ты объяснишь это противоречие? Пожалуй, я горжусь тем, что ты попыталась. Ты помогла людям, раскрыла тайну. Урвала поцелуи. Красавчик. Но, Алекс, ты вернулась туда, откуда начала. Это не так. Это не так. Я не должна быть здесь. Будь это так, Алекс, ты бы знала, что разговариваешь с пустым креслом. Что за пустым креслом? Какого? Алекс Чейн? Алекс Чейн. Это ее досье было? Это, наверное, я. Дело номер... 53322. Имя Александра, Алекс Чейн, возраст 21. Симптомы эмоциональной неустойчивости, периодические вспышки ярости, галлюцинации, визуальные галлюцинации, слуховые, бредовые идеи, депрессия, тревожность. Диагноз неизвестен. Бросить что? Что? Алекс содержима навязчивой идеей. Она считает, что умеет читать эмоции других людей. И что благодаря этой способности может помогать им справляться с их собственными эмоциональными травмами. Трудно не оценить всю иронию ситуации. Человек, который сам страдает серьезными нарушениями психики, считает, что способен взять на себя роль эмоционального опекуна. Если бы ее не вернули на мое попечение, думаю, вполне можно было бы предложить, что и безрассудные попытки вылечить своих друзей и родных рано или поздно плохо бы закончились. Нет сомнений, что бредовые идеи Алекс представляют угрозу для нее дальнейшей жизни и для жизни других. Поэтому я рекомендую сбросить Алекс в глубокую яму на доске и кирпиче, оставить ее там, в темноте, пока мир не забудет о ней. По моему профессиональному мнению, это самое гуманное, что мы можем для нее сделать. Хороший психолог, да. Хороший тамадай-конкурс интересный. Да. Двенадцать лет назад я совершил ошибку. Ошибку, которую ничем не исправить. Алекс, я переживаю за тебя. Ты же знаешь. После всего, что произошло, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Семейная фотография. Это не фото доктора Лин. Это что? Колок? А что это? Так, а что еще у нас есть? Утляр от гитары. Тук-тук. Привет, гитара. Тук-тук. Постучим, давай. Кто там? Алекс Чен? Впервые слышу. Попробуй еще. Мой футляр никогда бы меня не слышал. Ну да, конечно. Кот. Так, открыть. Наверное, тут 53322, да? Ну это же, да. Так, эту гитару мне подарил Гейб, но он так и не услышал, как я на ней играю. Давай сыграем. Какого? Я не могу играть, не настроив ее. О. Блокаты. Так вот, как я выгляжу. Серьезно? Что еще-то тут есть? Так. Ну вроде бы все, да? Нужно отсюда выбираться. Кто бы сомневался. Так. Наверное, нам нужно к компьютеру подойти, да? Может быть... Нет, подожди. Доктор Лин всегда записывал наши... Записывает наши встречи. Так, а что мне делать-то? Да я же уже все посмотрела. Что делать? Кому мог понадобиться один-единственный пикоколок? Подожди. вот же вот же он да ну понятно искаженная гитарная музыка да не время сейчас наверно играть кровь да она наверно очнулась да ну да точно охренеть вообще блин ничего себе она с такой высоты упала и не разбилась даже твою мать дальше упала блин но это она уже где в больнице а нет это все там же сюда приеме у доктора алекс алекс ого гейб ты же мертвый и что знаешь сколько нас таких большинство где это мы наверно в какой-то больнице доктор мендос в отделении интенсивной терапии к доктором эндос в отделении интенсивной терапии точно в больнице кейб ладно ладно в общем тебе 10 не 14 мама больна отец тоже но болезнью другого рода играй свою роль а гейб за что ничего не делал перестань оба папа тихо алекс 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 ну зайди к маме ладно она была тут ждала меня пустая кровать мы не могли позволить себе отдельную палату нам просто повезло вот она картину благодаря которой я поняла что искусство не всегда не искусством всегда не всегда можно восхищаться так телевизор мы с гейбом смотрели после школы мультфильмы по нему мамины ключи гейб алекс слушайте меня очень внимательно сегодня мы узнали кое-что страшное какое-то время я проведу что мама что с тобой тише все будет хорошо слышишь просто все на некоторое время изменится но со мной все будет хорошо она знала уже тогда она знала мама наверное раком заболела мы провели здесь столько времени что я выучила все статьи почти наизусть контейнер для медицинских отходов гейб сказал что в нем полно иголок напугал меня до смерти так здесь все тут всегда было так жарко она там с другой стороны ука с вещами отца сколько раз папа ночевал в этой палате спал в неудобном кресле ужинал снэками с торгового автомата есть что-то странное и жуткое в том чтобы видеть как плачет твой отец мама каждую нашу встречу я боялась что он станет последним привет мам мама мама такая храбрая девочка и в кого ты такая хочешь сказать так все и было и ты ничего не выпускаешь что ничего не делал перестань оба папа тихо алекс алекс куча конюнер иди к маме ладно так а почему по второму разу я ничего не поняла стоп я что-то упустила вода вот сколько бы мама не пила ее всегда мучила жажда так подожди а что я упустила то что я упустила ничего не понимаю так сыну что ну я не знаю давай опять поговорим привет мам воды алекс принеси воды окно пойдем за водой дэнки и спасибо Ты знала, что ты почти никогда не плакала, даже когда была совсем малюткой. Растя тебя, я все не могла понять. Как можно заботиться о ком-то, кто уже такой сильный? Не плачь. Моя сильная девочка, пообещай мне кое-что. Твой брат и отец, ты будешь им нужна. Ты должна быть сильной. Обещаешь, что будешь сильной, Алекс? Какая храбрая девочка. И в кого ты такая? Ну вот, нам показали смертью матери. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok